Вот уже третий год в Храме Веры Надежды Любови в Благовещенске проводятся просветительские беседы для взрослых. Что это такое и похоже ли это на взрослую воскресную школу, сегодня поговорим с освященником Иреем Андреем Букреевым. Здравствуйте. Здравствуйте. И все-таки это можно ли считать воскресной школой для взрослых или нет? Что это за такие беседы? Ну воскресная школа это же просто термин. Многие воскресные школы проходят не в воскресенье, а например в субботу или в какой-то другой день, когда удобнее. Ну можно назвать воскресной школой для взрослых, конечно. То есть ключевое здесь слово не воскресная, а школа? Да. Что человек может прийти, задать какие-то вопросы? Вообще да. Изначально, как вообще это у нас появилось? Ну вот у нас сейчас есть духовное училище в епархии. Оно образовалось из богословских курсов. Но богословские курсы это очень серьезное такое образование, или там духовное наше училище, оно дает серьезное образование. Вот. Теологическое духовное образование. Вот. Ну кто-то доходит. Молодежь, люди такие среднего возраста, мужчины, которые имеют желание в дальнейшем стать, может быть, священнослужителями и так далее. И это очень серьезное образование, требующее времени. То есть они, эти курсы происходят несколько раз в неделю, вечерами, человеку нужно время. Но есть люди, которые, ну, хотели бы что-то знать о вере своей, но вот такого большого времени не могут они посвятить. И это первая причина. Вторая причина. А образование-то нужно иметь. Ведь Писание, как нам говорит, Господь говорит, гибнет народ мой от недостатка ведения. Ну как, ты вот веришь в человек, да, а о вере своей ничего не знаешь. Это же, ну, нонсенс, да. Поэтому, конечно, должны были быть какие-то такие меньшего формата беседы или встречи со священником. Мы, в общем, поставили ящичек в храме такой с прорезью и написали на нем вопросы священнику. И предложили людям все, какие у них вопросы есть, богословского плана, житейского, любые вопросы, которые они хотели бы задать священнику, писать записочки туда, опускать, и что мы будем встречаться в какой-то период, и батюшка будет рассказывать. Вот так это началось. И, в принципе, это так и выглядит. Но плюс к этому мы еще разбираем священное писание. Мы собираемся по пятницам у нас в храме, в трапезной храма нашего. Я задаю накануне, что читаем. По пять глав мы читаем. Там Евангелие от Матфея, например. В прошлом году мы разобрали Евангелие от Иоанна. Мы разбирали послания апостольские. В этом году мы уже прошли Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка уже закончили. Дальше будем другие книги священного писания разбирать. Пророческие некоторые книги мы разбирали. Это очень полезно, это нужно. Человек должен... Опять же, смотрите, читая писание. Я когда в семинаре учился, экзамены сдавал, и на одной из дисциплин был вопрос. В билете прямо было написано, как нужно читать священное писание. И ответ такой. Во-первых, с верой, ну это понятно. Во-вторых, с молитвой, да. В-третьих, с толкованием святых отцов. То есть, есть правильное понимание священного писания. Скажу так, понимание того смысла, который Господь вкладывал. Понимаете? Вот. Откуда берутся другие какие-то взгляды на писание? Потому что человек... Люди отринули предание, традицию церковную, как церковь учила, что вот это, вот это, вот это. Вот в этом месте имеется в виду вот это. В этом месте имеется в виду вот это. Отвинули и сказали, это все ерунда. И каждый как хочет, так и понимает. Приведу пример. Очень простой. Написано. Каждый за себя даст отчет перед Богом. Можно сказать, каждый за себя даст отчет перед Богом. И это один смысл. Что только за себя человек отвечает. Другие там... А можно сказать, каждый за себя даст отчет перед Богом. И это совершенно другой смысл. Это как казнить, нельзя помиловать. Где акцент, там, собственно... А что на самом деле имеется в виду? Вот понимаете, как это... Но тогда как быть в следующем случае? У нас, насколько я знаю, сейчас в православии, ну и в принципе в России действуют два перевода основных Библии. Это синодальный классический, да, который... Там мало непонятных слов, скажем так. То есть относительно понятный для рядового человека. И церковнославянский, на котором ведутся службы. Так. То есть уже два перевода. Уже одно и то же слово можно трактовать как минимум в двух апостасиях. Другой момент... Есть еще перевод, например, Короля Якова на английском. Вот. Вы понимаете, да, что... Почти на всех языках мира есть перевод... Это уже идет ответвление. Есть, насколько я знаю, Библия на ивенкийском языке и на якутском языке. То есть там особенности, как и национальности, тьма. Как в таком случае быть? Перевод. Это не значит, что перевод меняет смысл написанного. А иногда да. Я, например, читал в еврейском, с еврейского в переводе, с греческого одни и те же. И наш синодальный. Некоторые фразы могут меняться диаметрально. К сожалению, я не помню. Но, может быть, в следующий раз подготовлю. Прямо вот три фразы с разных переводов дают совершенно разный результат. Но если такое есть, то тогда нужно отчитать с пояснениями святых отцов. Нет, действительно, это именно так. Так в каждой национальности свои святые отцы. Получается, что евреев один у греков, другой у русских третий. И они могут между собой не сочетаться. Вот есть, например, святитель Филак Болгарский. Есть его толкование на священное писание. Он болгарин, мы с вами русские. Ну, неважно. Мы живем в России, он живет в Болгарии. То есть, ни перевод, ни толковник. Ну, святые, которых почитает православная церковь, русская, сербская, грузинская, элладская, константинопольская, святые одни и те же. И святые отцы, особенно первых веков, даже до 1054 года святые у нас с католической церковью одни. Мы почитаем одних и тех же святых первых веков, понимаете, первых десяти веков. А многие, Иоанн Златоуст, когда же, понимаете, то есть это общий святой. И его толкование на Евангелие, и на другие книги священного писания. Ну, перевод не делает препятствий для правильного понимания священного писания. Потому что есть, ну, те же толковники наши, да, древние, есть традиционное понимание этого места. И если там где-то что-то закралось, как вот мы с вами в прошлой беседе говорили о крещении, да, и говорили, вспоминали место, где говорится, что в крещении есть обещание Бога доброй совести, а можно еще перевести как просьба. Вроде как бы разные понятия, да. Но, в принципе, они ни духу священного писания, ни то слово, ни другое не противоречат. Потому что это действительно просьба у Бога доброй совести. Потому что сам я без Божьей помощи справиться со своими грехами не смогу. Хотя очень хочу. Поэтому прошу у Бога доброй совести. Но, с другой стороны, это и обещание. То есть я говорю, Господи, да, я постараюсь жить благочестиво. Я, может быть, не очень буду, может быть, у меня не очень будет получаться, но я буду прям стараться. И если я буду падать, ты прости меня, Господи. То есть и то, и другое не противоречат духу. Хорошо. Возвращаясь к формату ваших бесед, то есть получается, это и такие облегченные версии курсов, и поговорим за жизнь. Да. Есть вопросы богословские, которые человек должен изучать, о своей вере, о церкви, об устройстве, обо всем, все, что связано с верою. Но есть же и житейские какие-то моменты. Человек живет, у него есть взаимоотношения с семьей. Семья может быть верующая, может быть неверующая. Взаимоотношения с коллегами, вообще жизнь есть, в которой возникает масса вопросов, и человек не знает, как поступить. Просто какие-то, ну, просто жизненные. И вот эта еженедельная встреча с прихожанами, с людьми позволяет людям эти вопросы задать. Непосредственно поговорить с батюшкой. Хорошо. Вот тогда как раз вы вывели меня на следующий вопрос, который хотел задать. Можно же человек обратиться с каким-то бытовым вопросом? Вот я, например, болею и говорит человек, я, батюшка, болею, а вот Великий пост, а у меня язва там, желудка, что мне делать? Вот имеется в виду вот такие вопросы с верой. Или там, как вот быть, жена неверующая там и, ну, обижается, что я по воскресеньям иду в храм, что мне делать там? Ну, много вопросов каких-то. Или там пост. Вот пришел там рождественский пост, да, вот он недавно закончился. Человек хочет поститься. И, как бы, скажем, супружеские отношения принято в пост прекращать. А он вот православный, верующий человек, а супруга у него неверующая. И она с этим не согласна. Как ему быть, понимаете? Как быть? Нельзя в этом плане поститься. Потому что писание как говорит? То есть не удаляйтесь друг от друга. Разве что по взаимному согласию. Да. И если супруга или супруг не согласны, то есть нельзя в этом плане поститься. Постись в другом, то есть не вкушая мясное, молочное. То есть другие моменты поста исполняй. Ну и к тому же, если вот о посте говорить, это же важная часть, но важнейшая это не это в посте, а именно чтобы человек сугубо над собой работал. Писание как говорит? А кто Христов, тот распял плоть свою со столь семьи и похотьми. Вот этим надо заниматься. Творить добро. Вот это суть поста. Сугубое дело не вот такое духовное. Какие из, может быть, странных или, ну, каких-то смешных вопросов? Ну, все равно же, наверное, писали. Русский-то народ. Сейчас уже мы не пишем. Сейчас уже люди приходят и задают непосредственно. Смотри, это было вот первое, для того, чтобы первую встречу организовать. Ну, все равно, наверное, что-то врезалось в память. Люди мне, когда начинают задавать, говорят, батюшка, я вот хочу задать вопрос. Он, наверное, покажется глупым или, может быть, там, я им всегда говорю, останавливаю и говорю, нет глупых вопросов. Все, что вас волнует, значит, это важно. Если человек это волнует, это не может быть глупым вопросом. Ему может казаться, что, ну, это такой незначительный вопрос, а он может быть значительным. Сейчас вот стало в последнее время модно создавать какие-то клубы про спортивную направленность. Ну, потому что это практически везде. Там какие-то клубы йоги, там же можно чай попить, пообщаться. Там какие-то фитнес-клубы, еще, еще, еще. Была ли мысль сделать какой-то совмещенный спорт с религией? Вообще, понимаете как, для всего нужны условия. Вот если взять наш храм, в котором я служу, храм веры, надежды, любови, да, мучениц. Вот, у нас, мы вот очень хотим иметь у себя в храме воскресную школу для деток. Но у нас, к сожалению, не позволяют условия это сделать. Вот. Но там, где есть такие условия, люди занимаются. Я вот, например, знаком с батюшком, он служит в Екатеринбургской метрополии. Он сам мотопутешественник. И месяца по два, по три летом он путешествует и в Китае, там, и куда-то по Монголии, там, и по России на мотоцикле. И у него при храме есть мотоклуб для ребят, называется «Северный цвет». Они там, то есть, это не байкерский клуб, а именно просто мотоклуб. Хотя у них и жилетки, и свои цвета есть, как у байкеров. Вот он занимается. Вот. У него есть возможность такая. Там, где есть возможность, это все нужно делать. Писание как говорится? То есть церковь благословляет на то, чтобы при храмах были какие-то тематические, может, клубы? Это очень правильно. Потому что церковь должна творить добро. Да? Должна же? Должна. Это ее одно из ее пред... Церковь – это мы с вами. Это люди. Церковь – это тело Христово, оно состоит из людей. И вот церковь, конечно, должна миру нести добро. Она должна нести слово Евангелие, должна нести любовь, добро. И, конечно, примеры, когда церковь занимается детьми, таких много. Такой пример есть. Я с этим батюшкой не знаком. Мне рассказал отец Святослав Шевченко, которого вы упоминали. Батюшка, значит, был назначен в какую-то деревеньку служить. Он туда приехал. А молодежь там пьет, гуляет, курит все, что можно курить. И он тогда там устроил такой клуб реконструкции исторической. Он стал привлекать детей. Они стали там плести кольчуги, делать латы. И, в общем, если парень пришел, он занимается. Если ты плохо учишься, тебя могут не пускать в клуб. Так, исправь двойку. Понимаете, батюшка занимался им. То есть мотивировали. Дети перестали в этой деревне пить, курить. Понимаете, они все были в этом клубе. Он не заставлял их ходить в храм. Все сразу на литургию идти. Он просто занимался детьми, как детьми. Он дал им увлечение. Понимаете, родители были ему, конечно, благодарны. Потом прошло какое-то время, и батюшку перевели. Возникла необходимость. Его перевели в другое место. И эти детки со временем вернулись к тому, чем занимались. Ну, может быть, не все. Конечно, церковь должна этим заниматься. Если есть возможность, если есть условия. Можно открыть мото-клуб. Но, понимаете, для этого же нужен гараж. Скажем, у меня в храме нет гаража. Но вообще это очень хорошее дело. Даже с точки зрения, если взять проповеди. Писание, как говорится, сначала душевное, потом духовное. Вот. Я вас всецело поддерживаю. Просто у меня уже другой вопрос. Я думаю, он немножко вам не по ранку. Это просто риторический вопрос. Почему тогда русская православная церковь обладает такими колоссальными ресурсами? Имеется в виду, что церкви сейчас передаются в том числе и земли, и старые здания. Риторический вопрос, почему она, к сожалению, этими ресурсами использует только для таких вот... Я, например, знаю не про мотоклубы православные, не про клубы реконструкции, а только про воскресные школы. Вот если бы, наверное, были какие-то тематические вещи, наверное, это было бы интересно. Я могу ответить, ну, не то что за всю епархию, я отвечу на ваш вопрос. Вот вы говорите, передается там, передаются земли, передаются здания, там, условия. Вот у нас сейчас есть духовное училище, духовное училище богословское, которое готовит, ну, священнослужителей, которые дают хорошее богословское образование мирианам. А, скажем, пять лет назад его не было. А почему? Потому что не было для этого условий, помещений. Сейчас есть целый просветительский центр у нас, мы можем там людей собрать, учить. Можно академию открыть в Благовещенской епархии, но для этого нет. На самом деле нет условий на сегодня академию открыть. Для этого же не только помещения нужны, для этого нужны педагоги. Логично, да. Много всего. То же самое и со всем остальным. Я приводил отца Дмитрия в пример, да, который организовал клуб «Северный цвет». Вот там есть условия, он это сделал. У меня вот нет условий, я, к сожалению, я бы, может быть, хотел. Мы, например, что делаем у себя на приходе? Вот у нас есть условия для чего? Мы ежегодно 1 июня ко дню защиты детей проводим праздник для детей у себя. Вот у нас храм стоит в парке, рядом парк. И, ну, большая территория, и там можно какие-то конкурсы устроить, там, стрельбу из лука, я не знаю, там, пригласить, там, скажем, попросить, чтобы клуб «Алюр» приехал, там, с коняшками, там, пригласить, там, кинологов, они, там, это вот мы делаем это. Мы организуем праздник для детей ко дню первого, не всегда 1 июня, потому что он, бывает, выпадает на будний день, и мы тогда это делаем в воскресный день, когда люди могут прийти и детей привезти, там, чаепитие им организовать. Вот это я могу делать. Наш приход, наши матушки-монахини, мы можем это организовать, и мы это делаем. То, что мы можем, мы делаем и стараемся делать. Если условия позволяют, нужно делать многое, там, и спортом заниматься. Вот наша молодежь, молодежка наша, она любит, летом они собираются на стадионе, там, играют в футбол, там, приглашают своих друзей, там, батюшки приходят вместе с ними, играют в футбол, зимой в волейбол они играют в спортзалах. Это есть все, но там, где есть возможности, условия, вот есть храм, например, всех скорбящих радостей. И там до недавнего времени был настоятель Матис Георгий, да, Исаков. Он вот это все организовал, потому что там и вот футбольные вот эти какие-то игры, и вот есть рядом училище, они договорились, молодежка, батюшка договорились и играют там в волейбол зимой. Есть условия? Занимаются, понимаете? То есть все же от ресурса зависит, от возможностей. Ну, в таком случае, в окончании программы желаю, чтобы у вас и ресурсов, и возможностей, и всего докучи было больше, и вы их успешно реализовывали. Спасибо большое. Напомню, что сегодня мы говорили о такой, наверное, уже традиции, как воскресная школа для взрослых, где любой желающий может задать свои вопросы и получить на них квалифицированный ответ освященников. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!